И пока в Кустанайской области развивают новые направления, как агротуризм, в Карагандинской области число туристов, посещающих озеро Балхаш, увеличилось на 30%. Это официальная статистика. Соответственно, выросла потребность в новых местах отдыха на побережье. Для строительства туристических зон местные власти уже определили 120 гектаров свободной земли, а для бизнесменов, которые развивают туризм, предусмотрели меры господдержки. Марина Золотарева об этом. Мурлан Болтириков в туристическом бизнесе 12 лет. Сегодня его курортная зона в поселке Таран-Галык принимает по 100 человек в день. Предприниматель решил увеличить число посетителей вдвое. Сейчас возводит трехэтажную гостиницу. 10% от средств, затраченных на строительство, ему вернет государство. Теперь надо привести в порядок внутренние дороги и наладить водоснабжение, говорит бизнесмен. Хотелось бы, конечно, чтобы нам инфраструктуру, в первую очередь, ну сейчас электричество в принципе нормально, только единственное вода, канализация. Сейчас нам возят водовозом, 10-кубовый водовоз в этом году дали. Пока вот так, в 25-м году сказали, что уже воду должны провести. Ну, ждем. Местные власти определили 120 гектаров на побережье Балхаша для обустройства туристических зон. Свободные участки потенциальные застройщики получат через аукцион. Государство поддерживает бизнесменов, которые вкладываются в туризм. Если предприниматель строит место отдыха, то субсидируется 10% его вложений. Приобретение транспорта для доставки туристов субсидируется на 25%. Если предприниматель устанавливает санитарные узлы, на один из них предоставляется субсидия в размере 83 тысячи тенге. За последние три года число туристов в Балхаше выросло почти на треть. В этом сезоне там ожидают как минимум 100 тысяч гостей. Сейчас их обслуживают 54 объекта предпринимательства, и только половина из них располагает оборудованными купальными зонами. Мест для отдыха уже не хватает.